Всем привет! Настало время годного контента на ютубе, а впрочем ничего нового. И сегодня у нас с вами одна из ваших самых любимых рубрик на моем канале, кастом. Сегодня я буду делать кастом осенних вещей, потому что самое время, знаете ли, взять свои старые вещи, которые мы уже не хотим носить, и сделать из них что-то интересное. У меня есть парочка шмоток, которые раньше мне очень сильно нравились, но в последнее время я их не ношу, потому что они мне уже не кажутся такими привлекательными. Но кастом этим и замечательно, что ты берешь свои вещи, которые ты уж не хочешь носить, делаешь из них что-то прикольное, необычное, классное, и снова носишь, и тебе хорошо. Но прежде чем мы начнем по традиции, обязательно подписывайся на мой канал, тык, включай себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить, и мы начинаем! Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. Короче, недавно я увидела вот эту картинку. Это лучшая картинка в моей жизни, это просто прекрасно. Я поняла, что без этого Ходи я жить больше не смогу. Поэтому мы пришли на склад. Поэтому мы взяли это. Поэтому мы это понесли. Я очень люблю этот Ходи, но факт в том, что я могу любить его больше. Тактика у меня такая. Я хочу нарисовать здесь сейчас акулу, то есть нарисовать макет, что будет происходить. Потом хочу понять, как я буду это все оформлять. Буду просто красить на красном или сделаю, конечно же, тай-дай. Винтажный эффект, это сейчас модно, мне просто очень нравится это сделать. Выпьем за любовь. Идеал это, когда как бы выглядит всрата, но при этом ты думаешь, а точно ли это всрата? Вот если так, то значит хорошо. Теперь отпороть этот карман прекрасный надо, потому что он нам не понадобится нафиг. Оказывается, это было гораздо проще. Первый момент. Не помешало бы вымыть голову, но мне слишком лень, потому что сплиться можно мыть. Второй момент. В принципе, я отрезала эту штуку, и мне кажется, тут ничего не надо делать. Короче, достаточно оставить и так. И теперь, наверное, я пойду и все это дело буду тай-дайть. Правда, я еще до сих пор не понимаю, как я хочу оформить эту хрень. Это акула. Здравствуйте. Творческий беспорядок выглядит прекрасно. Ладно, пойдем тай-дайть. Ну, все, как-то так. Так как у меня там акула, то из-за дунка у меня была, соответственно, такая, что якобы вот тут акула вырывается из воды, и вся такая... Акула полудурок. Прошло, наверное, минут 30, и меня конкретно смущает свет, потому что он выглядит очень странно. Ну, мы посмотрим, но пока мне что-то вот вообще не нравится. Короче, осталось 6 минут до конца стирки, но, по-моему, там вообще без изменений, оно только красное. Короче, вот результат. Выглядит, конечно, просто отвратительно, так оставлять нельзя, но в любом случае оставляем до завтра, потому что сегодня с этим уже ничего не делаешь, нужно сушить. Короче, ничего не получилось, кофта высохла, я взяла новую эту штуку, сейчас будем по второму кругу делать. Короче, вообще ничего не получилось, выглядит это сейчас так, то есть это выглядит плохо, поэтому я буду стараться сейчас все это исправить. Для этого у меня есть вот такая штука, и вот такая штука, и я надеюсь сейчас сделать пятна. То есть здесь уже есть пятна, и я хочу при помощи вот этих вот штученций доделать дополнительные пятна, надеюсь, вы поняли, что я имела в виду. Знаете, что только что произошло? Вот что только что произошло. А знаете, что еще произошло? Вот что еще произошло. Класс, класс. Это просто миллиард, это просто миллиард. Это что такое? Как это вообще могло произойти? Тут еще травмы на производстве Все усрала Классно выглядит Я хотела призывать есть грязь Я ем грязь Продолжаем, там что-то еще осталось Все это добро высохло Беру краски, будем красить Купила специально себе целый набор Акриловых красок И сейчас смотрите, что я придумала Не при помощи моих новых друзей Теперь буду делать акулу Возьму сначала маркер, сделаю контур Потом покрашу краской Сейчас я обвожу зубы моей акуле Потом вот эту часть, где у нее глотка Я буду закрашивать черным Пока красная сохнет, делаю второй слой Теперь обводим акулу Буду, наверное, пробовать делать это маркером Надеюсь, ничего не потечет И почти готово Потом еще нарисуем лицо А еще мои волосы стали грязными за этот день Ну, знаете ли, уже не день, уже половина десятого Блин, ребята Блин, посмотрите Это же полный урыв Ешь грязь Ешь грязь Это просто прекрасно Я не знаю, но, по-моему, это теперь мой самый любимый худак ever Это best худак ever Сейчас я купила еще косуху на днях В мужском магазине Оверсайз Ой, в мужском магазине В бережке в мужском разделе Оверсайз Сидела Давайте попробуем Вот то, что надо Вот что еще нужно? Можно? Ничего Я в восторге Мне очень нравится Напишите, как вам Блин, ну это дурацкая заколка Я про нее даже забыла Настроение Ешь грязь Муд по жизни Бэм Обязательно напишите в комментах Когда досмотрите это видео до конца Какая из шмоток вам понравилась больше всего И, конечно же Если вы решите тоже что-то из этого повторить И будете, например, выкладывать свой инстаграм Не забывайте отмечать меня Потому что я буду вас к себе репостить Лайкать И, конечно же, мне правда интересно Вдруг я вас на что-то вдохновлю У меня есть вот такое вот пальто Само по себе достаточно прикольное Классное К никаких претензий у меня к нему нет Но мне хочется сделать что-то еще более интересное Потому что оно вроде бы даже в какой-то степени базовое Но немного унылое А мой стерилизер до последнего времени Несколько более расхлябанный Поэтому и хочется мне от этого пальто Видеть что-то поинтереснее В самую первую очередь Я хочу сделать так Чтобы у нас были необработанные края И, в частности, вот на этой вот зоне Сейчас я хочу сделать полное распырение Я не знаю, как это правильно Чтобы здесь все было в такой вот бахроме От того, что все неаккуратно оформлено Ну-ка, шире улыбнись Опа! И все будет зашибись Ага, ага Если вы смотрите туда и не понимаете, что это Это румяна, которые разбились Потому что я их разбила Потому что они были плохие Потому что косметика из Фроуза меня травмировала Хуже косметики из Фроуза Ничего не может быть Даже делать макияж кипятком Ха! Поприятнее, наверное Ладно, ну не настолько, но Кто понял шутку, тот понял Пользуясь случаем, должна вам сообщить Если вы вдруг решите делать это Вашими любимыми маникюрными ножницами Или вашими дорогими маникюрными ножницами Имейте в виду, что вы их потратите Блин, мои ноги даже занемели Но я это сделала Я распетушила эту штуку Давайте посмотрим, как смотрится со стороны Конечно, с футболкой смотрится изумительно Но вот так вот это выглядит То есть оно даже как-то не особо бросается в глаза Но в целом это заметно И выглядит очень-очень прикольно Конечно, на этом я не собираюсь останавливаться Потому что какое-то так астом Если ты просто тут взяла И какую-то петушню сделала Видите, вот здесь вот эта полоска Я думаю, что вот эту часть Я сейчас распарю вот так вот осторожно То есть даже не распарываю Ничего, чтобы не посовредить конструкцию Но вот так вот я просто распетушу Чтобы отсюда бы хромуха шла Подстрижем ненужную махнатку Махнатка должна быть коротко стрижена Она должна быть ухожена Девочки, прям на заметку Кофе бахнем Берем скотч Фак, попытка номер два Берем аккуратно тканевый скотч Проклеиваем, проклеиваем По вот этим вот ворсинкам Которые здесь торчат Тупо рисую красным Причем даже если захожу на черный Мне пофиг Я распечатаю картинку Конечно же, конечно же Эту картинку Какую еще? Ну все, осталось закрасить Кстати, уже за окном темно Но я думаю, вы это заметили Казалось бы, такая ерунда Столько времени занимает Но блин, я думаю, что будет очень красиво в итоге Пока что получается вот так Этому еще сушится Так что пусть сушится Вернемся Что сказать, дорогие друзья Продолжаем делать с вами каст Время уже глухая ночь У меня есть уже два слоя Этой прекрасной штуки Осталось сделать, наверное, еще один А потом подводку И, в принципе, можно с чистой совестью Лечь спать Где вы еще такое увидите? Чтобы шоточка делала себе Пальто Гары Вот на этом канале можно и такое увидеть Готово Частично это пальто закончено Давайте, короче, проверим Я не уверена, что на эту худаку она налезет Потому что я его когда покупала Покупала, чтобы она прям была вообще вприты Блин, мне это очень нравится Это выглядит супер круто Этот необработанный край тоже выглядит супер круто И даже не видно, что это сделала я сама Теперь момент истины Снимаем эту штуку Да Да, черт, да Черт, да Это именно то, что я хотела Это именно тот самый вообще момент, который я хотела Я хотела, чтобы было именно так И именно так и получилось Боже мой Именно тут грязная вот строчка Ааа, боже, выгрязались Неужели я сделала это сама? Это реально мечта Это просто мечта Ребята, это так зашибись Я в таком восторге Я вообще в шоке, что я сделала что-то годное Короче, изначально я должна была делать Третий кастом из специально несетчатой рубашки Которую я купила Чтобы сделать на ней клубнички Сейчас, вы знаете, модная арта с клубниками Но меня так что-то вдохновила переделка той моей куртки Что я решила переделать мой бомбер Я его, причем, кстати, очень часто ношу Собачка, ты чего гарываешь? Что здесь вообще происходит? Это что такое? Что за битва собак? Так вот, это один из моих любимых бомберов Я очень сильно люблю Несмотря на то, что он достаточно бюджетный Это Эйчик И он был куплен очень давно Может, года 4, а может, целых лет 5 назад То есть, супер давно Я его супер люблю И сейчас я хочу сделать его еще и модным, стильным, современным Как мне сейчас кажется Ну, хватит нюхать мои ножки Так что давайте приступим Посмотрим, что получится Осенний кастом Вот вещи, которые я только что рассказывала Видите, такая прозрачная сеточка Я думала изначально на ней сделать эти клубники Но ладно, мы ее просто оставим до лучших времен Сделаем с ней в том что-нибудь еще более интересное А сейчас я хочу сделать клубники на вот этом Так что давайте запомним, как это выглядит до Прекрасный бомбер Один из любимых И что с ним будет после Сейчас вот этого очень много Просто у меня вся лента в рекомендациях завалена Вот этим вот платьем в клубниках Но я подумала, раз клубники сейчас тренде Почему бы не сделать, соответственно, клубники на бомбере Я купила вот такую вот ткань Я сейчас скажу, что это за материал, потому что я не помню А, это фетр Красный, зеленый Сейчас буду вырезать эти клубнички На всех этих фотографиях эти клубнички все покрыты глиттерами Теоретически я могу тоже это сделать Это сделать не так трудно, но я посмотрю по ситуации Если я захочу, я это сделаю уже, когда бомбер будет полностью готов Поэтому сейчас просто нарезаем клубники И делаем для них все составные части Чтобы потом их между собой сшить Вообще без понятия, сколько это может занять времени Даже в теории Сначала я на картонке нарисую просто клубничку Потом я ее вырежу Это будет так называемый шаблон Потом я уже буду обводить непосредственно на материале Чтобы вырезать и все было ровненько Просто артов невероятное количество На любого персонажа с этим strawberry dress Это, конечно, выглядит очень смешно и потрясающе Я, кстати, решила делать клубнику не из платья А именно с артой Потому что мне кажется, что с артой поприкольнее будет Вот так вот у меня получилось Это будет теперь состоять из двух разных частей А потом между собой сшиваться Теперь просто режу это на две равные части Устала обводить Буду резать их сейчас Руки просто умирают А тут еще зеленые штуки делать Ох, ну это круто Короче, я тупо ору Я, наверное, где-то два часа ножницами Потому что дивана, теперь я и лезги на руку И у меня было какие-то проблемы с пальцем Потому что он дальше не гнется Типа, надеюсь, он просто не мел Но тут же какая-то синева Но вы, наверное, а нет, видите Ребята, это не ложь Я вытащила руку И она пипец Она просто умерла Верните, пожалуйста, руку куда-нибудь Она не двигается У меня реально тут короче синяк какой-то образовался Рука посинела Пахнет, не двигается Че? Я закончила Резать только клубники Это только начало Убираемся А то опять тут срач будет бесконечный Ну, как-то так Вот так вот получается на сей момент Да, короче, придется до конца этот лоскут израсходовать Окей, клубники готовы Теперь мы будем делать ботву По-моему, это выглядит очень даже неплохо Какая мне нравится больше Мне даже страшно представить, как долго я все это уже снимаю Потому что крыша поехала Сейчас будет достаточно унылая часть Потому что я беру обычную прозрачную леску И буду сейчас к каждой клубничке Вот к этой вот прекрасной Пришивать ботву Вручную все это будем делать И после того, как я это уже вот так вот пришью Буду лепить Вот и клубничка получилась одна Короче, уже третья ночь И сейчас третья ночь, когда я делаю этот кастом Не обращайте внимания на мой ужасный внешний вид Я просто с самого-самого утра снималась И я только закончила Сейчас время типа Сколько сейчас времени вообще Сейчас 23.27 Я приступаю кастому Пожелайте мне удачи Надеюсь, что я до утра справлюсь Вспоминаю ночной кастом с Марморис Это было прекрасно Но надеюсь, что сегодня я буду меньше этим заниматься Что ж, сейчас я все это приклею, прошью Вот у меня есть клея пистолета Потом белая нить Которую я буду делать Зерна типа клубники Ну и что еще, погнали Берем клей пистолет И клеим клубники все эти Еще мой замечательный план Потропил фиаско По одной простопречению Потому что как бы я поняла Что нитка тупо не проходит в этот материал И это было ужасно обидно Поэтому мне пришлось в парочке поэкспериментировать И приклеить их на клей Не знаю, что будет Будет ли это вообще держаться Но надеюсь, что не отвалится Блин, хотя бы на первый раз С этой стороной закончила Теперь я приступаю к рукавам И я схожу сама Но мне нравится то, что делаю Время, час Я это сделала Боже мой, какая красота Я надеюсь, что вам нравится Это так же, как нравится мне Потому что иначе я просто умру Я это сделала И я влепилась в задницу И в клей пистолет Что ж, вот такие вещи у меня получились Я надеюсь, что это видео вам понравилось Если вы еще не смотрели мои прошлые касты Обязательно посмотрите Потому что вы найдете еще больше Классных, интересных и необычных идей И всем спасибо за просмотр Надеюсь, я с вами не прощаюсь И вы останетесь у меня на канале подальше Пока-пока Или не пока Нет, не прощаюсь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok